и смерть Ирода, которая была до нашей эры также, и много других несовпадений исторических. То есть Иисус родился не в 2018 году, а чуть раньше. И исторически от 30-го года нашей эры отсчет христианства идет. Исторически, реального Иисуса. И Рождество его было по-нашему в сентябре. Получается, что весной 30-го года нашей эры как раз все это произошло в Ниссан. Все это произошло. И его смерть, и воскресенье. И все совпало как раз с празднестом Пасхи. Он ел Пасху прежде страдания. По Иесейской, получается, традиции, тогдашних сектантов поддерживают, получается, мнение. Как бы разделяя их мнение. Вот с учениками своими. Вот потом его тут же арестовывают его после этого, этой трапезы. И убивают его. Но чтобы на Пасху, чтобы на праздник сам тело не оставалось мертвое на кресте, значит, команда поступила, ну, контрольный выстрел сделалось, как говорится, да, перебить им болями. Но Иисуса нельзя, не надо было убивать уже, потому что он был уже мертв. Но один из воинов, написано, копьем пробил его. Ребра, значит, ударил. И стекла кровь и вода. И написано, и видевшее свидетельство воды. Истинное его свидетельство. А сейчас для медиков это еще и свидетельство того, что его смерть была не от удушья, как обычно умирали люди на крестах. Вот, а... А, кстати, это русский панец, что ли? А? Дурский панец. О, привет, стулы. Здорово. Душу греет как-то. Привет и стулы. В тему, да. В тему, да, здорово. Приятно. Можем вам, ага. Вот так вот. Может, можем вам презентовать? Да, можно? Конечно. Ну, вы со своим самоваром не ездите, да, с пряниками ездят. Не, ну, я не против самовара, я уже у вас положил. Так, ладно, нет, вообще, если серьезно, то, значит, получается, в Писании много что открывается, когда мы знаем контекст этот исторический просто, того, что происходило тогда, в то время. И получается, что это не умаляет личность Иисуса, а, наоборот, возвеличивает. Понимаете, это, наоборот, как бы, ну, показывает, что все произошедшее произошло действительно, ну, Божьим действием, Божьей волей и Божьим действием, которое учитывало даже такие, ну, ничтожные, казалось бы, да, нюансы какие-то. И все это слишком много для совпадения, вообще, невозможно, чтобы это просто совпало случайно, слепо. То есть, это еще не лишний раз доказывали, что Иисус и есть Христос, собственно, Сын Бога Живого. Что вы сказали, вот, кровь и вода, это что для медиков? А, для медиков, это то, что Иисус умер не от душ, я, как обычно, умирали на крестах, да, значит, от разлива сердца. Разлив сердца, значит, кровь и вода истекли. Значит, и это еще раз подтверждает, что Иисус, хотя он страдал чисто физически, да, как бы, получается, по времени, меньше, чем подавляющее большинство умерших на кресте, да, значит, даже Пилат удивился, как уже умер, как бы, он, Иисус не представлялся ему, там, таким, знаете, хилым, таким, дохлым. Нет, он был здоровый человек, значит, пониматель, значит, там и, там написано плотник, да, хотя это слово греческое, которое как плотник переведено, оно чаще всего относится не к мастерам по дереву, а к мастерам по камню, к каменотесам. Или работникам по камню, как вот, каменные кресты, как в Армении называются они, вот, забыл я их, варить? То есть, когда узоры делают, вот, значит, из камня, резьба по камню, и на самом деле археологи, когда Назарет раскапывали, исторический Назарет, то нашли тому подтверждение, что, значит, жители Назарета, многие бизнес вели именно такой, резьба по камню, значит, и изделия из камня, а дерево было, ну, будем так говорить, очень-очень дорогим, как бы, и фактически им не занимался. Ну, ну, пока мне работал точно Иисус, это стопроцентно. А вот если уметься к Руси возвращаться, да, в десятый век, да, крещение Руси, получается, ну, таким непонятным образом, люди не понимают, что происходит, и вот мы на работе просто разговаривали. Непонятным образом, что? Ну, люди не понимали, что происходит, да, сначала крестили, если крестили, да, то есть просто бросали людей, да? Да, это правда, да. Ну, суть в том, что православие, получается, ну, или как, Русь выбирает именно православное, как бы, да, направление. И вот у нас вопрос на работе у них, что изначально, получается, оно было с примесью вот этих всяких неязычных вещей. Да, огромной примесью. То есть, и вы, и я так понимаю, ну, что мы разговаривали, то есть вы как бы своей, ну, можно сказать, миссией видите, чтобы не вернуться к какому-то изначальному православию, который... А именно в таком виде, как вам Бог открывает, да, чтобы оно не было, как изначально было православие, да? Да, ну, ты взяла Русь, к моменту крещения Руси православие уже существовало. Нет, мы говорим о Руси, о том, что Русь выбирает именно такое православие. Когда бы у вас крещение Руси в 2 года? 987 года. Зачем мы говорим просто православие? Нас волнует православие Руси. Зачем нам просто... Вот я сразу поясню, что православие, которое пришло на Русь, мне это не нравится православие совершенно. Я не хочу такое православие. То есть оно именно как бы с язычеством было? Да, оно уже пришло на Русь уже испорченное очень серьезно. Знаете, как раньше, в советское время, привозили у нас молоко на молокозаводе, там подлили воды, там еще доливали воды в магазине, и уже синий молоко уже, уже банк не надо мыть после этого молока, вот так вот. Значит, вот разбавляли все по ходу. Как у нас, я сельскохозяйственный заканчивал, и там, которые возили водителя, они отструганную дощечку такую на веревочке, они туда в люк опускали, если он не опечатан. И вот пока они везли, значит, оно болтыхалось, и потом они, когда перед тем, как заехать, они вынимали эту дощечку, и на нем все сливки, ну, даже не сливки, а масло, оно сбивалось на эту дощечку. Они просто с этой дощечки исчищали в банке, и у них всегда были там трехлитровые банки, не то что со сливками, а там уже такое взбитое как бы масло, прям с этих дощечек. Что-то захотелось бы. И нас угощали, мы говорим, а где вы берете? Они говорят, ну, такая вот. Сливки остались где-то там, а пришло уже разбавлено. Вот, к сожалению, христианство пришло к нам очень сильно разбавленное, очень сильно. Настолько, что там уже христианство было уже ничтожный процент, а большая часть, подавляющая большая часть, была языческая. Но, это еще не вся беда. Еще и в Руси. Вся беда в том, что уже на Руси уже, оно еще разбавилось местным уже языческим уже, славянским уже, и получилась гремучая смесь. Вот, кстати, писатель русский Николай Весков, он в 19 веке как раз исследовал эту тему крещения Руси. И вот он как раз сделал такой вывод, что Русь была крещена, но не просвещена. Вот он вывод такой сделал. А потом еще написал о самом крестителе, вот Владимире князе. Он написал, что он принял христианство, но не принял Христа. То есть, вот христианство, да, как религию, но не Христа, как Бога, как спасителя своего. Вот так вот в чем беда. И поэтому, если я говорю о православии, которое меня волнует, которое мне хочется видеть, у нас, допустим, здесь на Руси сейчас, да, то мне хочется видеть православие, которое было ранних отцов. Православие, когда оно было, ну, не замутнено так вот этими всевозможными этими традициями, языческими. А ранних отцов, это вот какой век, когда она замутилась? Да, когда, да, еще она не замутилась. Златоуст, типа, да, но это не было православие. Но это было еще не было православие. Это четвертые века. Иодосий, великий, он, значит, провозгласил, что церковь должна быть еще и православной, ортодоксально. Вот, значит, хотя его понимание ортодоксальности было совершенно какой-то такой странной. В четвертом веке именно это слово появилось, да? Само слово, да. Само слово, да. Само слово, в четвертом веке, да. Да. Дело в том, что само слово ортодоксия, оно было известно еще и в Риме. В Риме говорят, что православие, оно как бы изначально было. Вот первая церковь иерусалимская, то есть и пошло. Не, не, не. Православие, греческое, а греческое православие тогда не было. Правда, наверное, русское было. И христос было. И христос было. Не, ну, как хотелось. Да, 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 да. Не, вообще интересно, первые три века христианство было просто христианством. Да, слава Богу. То есть оно, да, слава Богу, оно не известно. А почему можно говорить католическим? А католическим стало называться в начале четвертого века, когда стало государственной религией официально. Потому что любую официальную государственную религию римляне называли католической религией. Потому что свою империю римскую со времен Кесаря Августа они называли католической империей. То есть вселенской, всеобщей, универсальной. И получается, что римские императоры со времен провозглашения империи, конец республики, начало империи, они считали, даже еще во времена республики, кстати, еще доимперский период, уже был термин католический, был термин такой. Но в момент императорской уже, римской империи уже, императорского правления, этот термин был уже официально закреплен был. И римский император считался католическим императором, то есть всей вселенной. Они считали, что те территории, которые не вошли в римскую империю, это варвары, это даже почти неразумные люди, будем так говорить вообще. Они считали, что цивилизованный мир весь под их властью. Вот так вот. И это очень горделиво, конечно, но они считали, что имеют основание на это. И поэтому, чем дальше от Рима, они считали, тем, есть ли жизнь замка там. Да-да-да, замка там. Они считали, что за пределами римской империи нет никакой жизни вообще. Это уже все. Полученное состояние. Да, это дикое, варварское состояние. Поэтому они с пренебрежением относились даже к некоторым высоким цивилизациям, которые были за пределами римской империи. Они относились к парфянам, допустим. Высокая цивилизация. Они относились пренебрежительно, считали это варварство вообще. Хотя, ну... А парфяне-то кто? Это Иран, Ирак, вот так территория. Парфия. Огромнейшая империя была и довольно высокая разница, кстати, была. Но они считали, римные относились очень пренебрежительно, к ним считали варварами. Хотя во многом они опередили даже римные, кстати, вот в развитии. Там и в математике, и в науках разных. То есть, ну, как бы, ну, история. Одним словом, людям свойственно свое возвеличивать, всяк кулик, свое болото хвалить. Да, конечно, да. А тем более, если этот кулик достиг чего-то, наверное. Ну, а так вот, если вернуться к возникновению именно термина и самих доктрин православных. Вы знаете, вот православие, вот четвертый, если брать конец черного, пятый век, шестой, седьмой век, вот те века, когда шла еще борьба. Понимаете, каким будет православие? Неизвестно. С одной стороны, язычество, с другой стороны, христианство. То одно побеждало, то другое побеждало. Во время вселенских соборов так оно и было постоянно. Знаете, вот, допустим, вот третий вселенский собор, допустим, да, вот, уже пятый век, уже пятый век. Было два собора, по сути. Один принимает одно решение, другой, другое решение. А судья, крайний, кто? Император. Решил император, государь, император взять на себя полномочия судьи. И решение обоих соборов к нему на стол. Один был 22 июня 431 года, другой 26 июня. Того же самого, 431 года. В одном городе, притом, только в разных помещениях, в разных залах заседаниях. Два разных собора. Значит, собор 22 июня, он принимает очень отвратительное решение. В христианство, по сути, открывает дверь многобожию. Потому что собор 22 июня, это был в основном африканский собор. Чаще всего там были, больше всего делегатов было из Африки. Вот, значит, и во главе с Кириллом, патриархом этим, пройдоха был такой вообще-то. Там даже неверующие историки в шоке от его личности. Значит, да, значит, он был, значит, из этого, Александрийским патриархом тогдашним. Кирилл Александрийский патриарх. Вот, значит, а 26 июня собор, во главе этого собора был патриарх Иоанн Антиохийский. И в основном была Антиохийская школа богословия, нам представлена. А Антиохийцы держались вот в знаменитой совоскриптуре, кстати. Некоторые говорят, что это лютер, ничего подобного. Еще в пятом веке, значит, Антиохийская школа богословия, это был один из ее тезисов. Совоскриптура, значит, только писание. Приоритет библейского богословия, это как раз Антиохийцы были. Были еще иерусалимлине, иерусалимская школа богословия, но она была средней между теми и теми, как бы. Ну, Антиохийцы были чисто, ну, библейского воззрения богословы. Вот, значит, и чаще всего это были просвещены, на самом деле, люди. Вот, значит, и вот два решения. Император взял на себя смелость решить, какое же мнение будет католическим, вселенским, всеобщим. Значит, собор 22-го июня принимает решение, что молиться можно не только Богу, молиться можно и к матери Иисуса Христа, называя ее Богородицей, и к святым умершим. Ну, там шла речь не о многих, но лиха беда начала. Об избранных. Об избранных, да. Положить прецедент. Да, 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 было на прецедент. Так оно и было, на самом деле, потому что через 20 лет уже шла речь уже о сотнях уже, ну, вообще. А тогда шла речь в основном о Марии самой, как о матери Господа, значит, и о 12 апостолах, которые востены, как бы, на 12 престолах судить колено Израилем, как бы, вот. Они, вот, как бы, уже исполнили миссию свою, и они, как бы, уже вот на этих престолах, как бы, и вот, и, как бы, им тоже можно молиться. Вот, значит, собор 26-го июня во главе с Иоаном Антиохийским заявили по поводу решения этого 22-го июня, что это анафема. Что если даже бы ангел с неба принес бы учение иное, которое мы приняли, то да будет анафема. А те, как раз, африканцы ссылались, что кому-то виделся сон, кому-то видение, кому-то Мария являлась, кому-то ангелы в пустыне являлись. Вот их были аргументы главные. Вот антиохийцы противились этим идеям и говорили, даже если бы ангел пришел к ним действительно, как они говорят, но принес иное благовестие, да будет анафема. И они говорили, антиохийцы, кстати, тоже, что, да, они, вот, сова скриптура, очень четко держались до принципа. Почему их потом всех репрессировали-то, не включая Иоанна Антиохийского, и всю школу, по сути, их подвергли репрессиям. Это сотни служителей их... Казнили или... Ну, казнили очень редко кого в то время из служителей, потому что по законам Римской империи тогдашней, церковный служитель, он был, как бы, имел иммунитет. Да. Ну, как бы, наподобие того, он даже налогов не платил, кстати, священнослужителей. То есть, ну, это было вообще очень круто. Вот, но быть частью католической религии считалось в то время очень круто, потому что ты налогов вообще не платил фактически. Не читая, там, отдельного частного бизнеса, допустим. Вот, но что интересно, что подвергались каким репрессиям? Арестам, ссылкам, каторжным работам. Значит, это было массовым явлением. То есть, Антиохийская школа богословия попала, в основном, все, вот, в Египет, в Азии, с Нибис, туда их отослали. Значит, там, ну, как на каменоломник простых рабов, одним словом. То есть, на медленное истребление, одним словом. Вот, значит, и... Представляете, вот две школы разных, и мне порой, допустим, православные, традиционные... Но эта церковь еще была единой, не разделенной православной, или уже тогда наметился какой-то вот... В 1431 год, начало 5-го столетия. В 1431 год, начало 5-го столетия. Да. Православная и историческая... Нет, разделения такого не было. До 11-го столетия не было разделения такого. В 11-м столетии только вот это разделение... В 11-м собор, да, был? Это какой-то, в 13-м он был? В 11-м соборе. Нет, вообще, православная... В 11-м веке. В 11-м веке. До этого времени было 7 вселенских соборов. Вот, ну, опять-таки, разный счет есть, как бы, есть разное мнение, но... Но признается официально 7 вселенских соборов. Вот, к моменту раскола так оно было, как бы, признано и западом, и востоком. Вот, значит, были другие соборы, порой тоже многочисленные, но их не... Они не вошли в список, вот эти вселенские соборы. Их посчитали местечковыми какими-то такими поместными соборами. Хотя, ну, с этим можно поспорить. Но, одним словом, не то важно. Важно, что, значит, даже саморазделение, там, католиков-православных, оно же было чисто политическим действием. То есть, это не было, там, религиозным больше. Это более-более политическим действием. Но это треная расхождение. Ой, были, но это настолько ничтожно. Современные историки признают, что, значит, это просто из пальца высосанная проблема. На самом деле, ну... Просто чтобы аргументировать сейчас. Чтобы объяснить, как бы, населению, тем более, вот, простым людям объявить, как бы, вот, почему мы разделились вообще. А вот почему? А потому? А потому что потому? Кстати, один из поводов, об этом у нас не любят говорить, кстати. Католики об этом говорят, но тоже они так, из деликатности, не часто об этом говорят. А у нас это вообще табу в школах наших, православных именно школах. Вот, один из таких спорных моментов, как раз, был вопрос, эсхатологический вопрос. О пришествии, как раз, вот именно конец света, назначенный на 1492 год. Католики западные противились этому, и говорили, что это ересь, что это схизма, что это, ну, раскол. И они говорили, ну, не без оснований, что о дне и часе том никто не знает, не ангелы, но православные, восточные, долгу не оставались и говорили, ну, как бы, в то время, что, значит, ну, да, дня и часы мы не знаем. Мы знаем только год пришествия Иисуса Христа. Поэтому, значит, да, значит, да, значит, да, значит, да, значит, но это один из вопросов, именно эсхатологических. Но чаще всего были обрядовые, ну, или, и чисто такой философский, богословский такой вопрос, это вот обысхождение Духа Святого, значит, от Отца или от Отца через Сына, или от Отца и Сына. Филиоква знаменит, Филиозный, Сын, значит, от Сына тоже исходящий Дух Святой. Понимаете, это спор, это с тем, что, допустим, спор у лилипутов был спор, яйцо бить с острого конца, или с тупого, тупоконечники и острогонечники, и они там между собой войну объявили, там, бились. Для Гулливера это было просто глупость вообще, их лилипутские споры, да, но для лилипутов это было очень серьезно. Вот, и, как бы, вот, я думаю, что, например, очень четко видно, для Всевышнего Бога порой это такая глупость, ради чего бьются, значит, богословы, и верующие порой, вот, значит, но вот по поводу исхождения Духа Святого это вообще невероятная глупость вообще спорить о том, что ты не можешь ни пощупать, ни исследовать, ни лабораторно все это проверить, ни личностно, молитвенно, да, откровения можно массу разных получать, но, в принципе, это непроверяемые вещи. Значит, в Писании можно взять и то, и другое объяснить. Писанием, если брать чисто буквы, да, можно и то, и другое объяснить. В принципе, что богословы и делали, и делают, в общем-то, до сегодняшнего дня. Да, поэтому, ну, это же не повод ругаться, не повод драться. Это, есть такое правильное сейчас понимание, сейчас, допустим, вот, у Гатолика, мне нравится очень частное богословское мнение. Вот, как бы, да, это, например, мнение этого отца церкви. Хорошо. У меня тоже своих полно частных мнений, вот, богословских, я их не навязываю. И в своей церкви я не стараюсь, там, навязать всем, вот, свои представления. Нет, пожалуйста, как бы, я делюсь своими откровениями, но я не говорю, что там, это, я ж не папа римский, что в безгрешных вопросах вероучений себя объявляет. Да, дай Бог ему здоровья, конечно, но, опять-таки... Ну, так вот, по поводу православия, то все-таки, когда, вот, само, как бы, вот, концепция... Разделение? Ну, да, вот, сами концепции православия вырисовываются, когда, вот... Концу Вселенского собора, седьмой Вселенский собор, вот, как раз, вот, именно, последний признаваемый восточный собор, восточный церкви православный, считается, как бы, вот, завершение, так, больше или меньше завершение, вот, этого, ну, всего формирования и обрядово, и богослужебно, значит, там, там, как бы, и вероучительно, вот. Но, на самом-то деле, опять-таки, положа руку на сердце, даже седьмых соборов было два. Понимаете, значит, какой признавать из них каноничным, вселенским? Вот, понимаете ли, и оба собора этих признавали себя седьмым вселенским каноническим собором. Поэтому, когда говорят, что, какой собор вы, седьмой признаете собор? Конечно, признаю. Но не с 787 года, когда ересь икона почитания, значит, провозглашалась, и почитание мощей, там, и прочее, труппопоклонники стали, вот, торжествовать, вот, значит, как бы, вот, как бы, свою ересь провозглашать. А собор 754 года, когда, значит, когда, 753 год, 754, когда священники провозгласили, действительно, что, значит, что, само почитание изображений, это, ну, ересь, действительно, что если и изображения, если и есть они, то не для, ну, поклонения, а как иллюстрации, как еще, там, в древности, там, Папа Римский говорил, Григорий Великий такой был, что, значит, что так и так, что это, как бы, как Библия для неграмотных, он говорил. Выражение такое было даже интересное. Библия для неграмотных. Григорий Великий, кстати, да, был Папа Римский. Он считал, что когда Европа будет уже грамотной, всеобщая грамотность будет уже, то нужда в иконах, она, само собой, отпадет, он считал. Потому что люди смогут прочесть уже настоящее слово, и не нужно будет им картинок, иллюстрации этих библейских историй всевозможных. Но оказалось с точностью до наоборот. Оказалось, наоборот, с точностью до наоборот. Оказывается, на самом деле, проблема-то не, вообще, идолопоклонство не решается даже грамотностью, да? А даже наоборот. Да, даже наоборот, усугубляется. Слушайте. На человеку повод, он наведет это до абсурда. Да, потому что, действительно, лишь одного рода грамотность, она предотвращает нас от идолопоклонства. Это грамотность библейская. Вот я в этом убеждаюсь много раз по жизни, что, действительно, грамотность библейская, евангельская грамотность, только лишь это, действительно, оно предохраняет человека от идолопоклонства. Не просто грамотность, как таковая, вообще. Вот, значит, в целом. Вот, и, конечно же, знание личностного живого Бога. Потому что без этого, как Иисус говорил, помните, с Адукеем в 22 главе Матфея записано, заблуждайтесь, говорит, не зная Писаний, ни силы Божьей. То есть заблуждение происходит из двух источников, незнание буквы Писания и духа Писания, незнание слова и незнание личностного живого Бога, силы Его. То есть как два крыла, я так полагаю, верующим это необходимо, и то и другое крыло, чтобы не попасть в заблуждение никакое. И по себе я это вижу, и в мире христианском современном это вижу очень четко. А в истории церкви это видно воочию вообще, что действительно все елиси, заблуждения происходили, вот точно как Иисус говорил, не зная Писаний, или в другом переводе еще пренебрегая Писаниями. Потому что Садокеев, кстати, в незнании Писания было трудно обвинить, а именно скорее всего все-таки перевод второй был правильный, что именно пренебрегая Писаниями, переступая через них, зная, но поступая все равно, как будто бы их нет, этих Писаний. Вот, значит, и не силы Божьей, не знание силы Божьей, но в этом Садоке и учеников его можно было обличить смело. В этом обличали их и школа Шамая, и школа Гилерия, в общем-то обличали их в этом же. Отец Сергий, а можно? Вот, в принципе, в православии, как вы говорите, там же много символизма. Да, там все построено в символизме. Там все на символизме. И если вот так детально разбирать, вот у меня храм Святого Пантелеймона стоит. Там он пятикупольный, понятно, Иисус Христос и четыре Евангелия. Но люди об этом же не знают. Вот если бы еще священники начали говорить, просто элементарно, говорить об этом. Чтобы люди не молились на эту доску, как я это делала. А я ему скажу, что это для того, как, я помню, в институте училась у нас по культуроведению учительница, она была православная, и она говорит, мы должны видеть через эту икону, как бы, просто, чтобы фокусировать взгляд, ну, видеть Христа, там, или видеть небеса, или видеть чего-то. То есть, ладно бы так, но говорили бы, что там, именно, вот для чего именно это? Ну, я не знаю, конечно, как про мощь они бы, потому что в каждом храме же обязательно есть иконостасы, там хранятся ночи святых. Но хотя бы вот об этом, если бы начали говорить, что, ну, уже бы было, наверное, какое-то просветление, или, я не знаю, зарение. Вы знаете, я вот в 95-м, 96-м годах, последние годы мои в традиционном православии, я уже был, ну, так, на пути, как бы, вот, реформации. Но еще был священником традиционным, держался еще от традиций. Но в Москву приезжал, как раз, на беседы. Вот там на ВДНХ, там, я же там был, у меня товарищ один там священником служил, значит, в 18-м году, который приезжал. Короче, вот у меня были в Москве знакомые священники, я приезжал на беседы, общались мы. И, представляете, я, значит, спрашивал, значит, одного из священнослужителей, там, ну, как бы, он еще жив, правда, но... Один из уважаемых священнослужителей московских. Я, значит, спрашивал, значит, вот, а почему бы не перейти вот на русский язык со славянского, чтобы на понятный людям язык. Потому что, ну, как бы, об этом же еще Михаил Ломоносов об этом писал, что, значит, мы его церковно-славянский уже не понимаем, не воспринимаем. Даже в 18-й век уже это было мертвым языком, не было носителя этого языка уже к тому времени. Вот, значит, и поэтому Михаил Ломоносов предлагал очень простой вариант, именно на тогдашний великорусский язык, значит, перевести, значит, тексты богослужебные. И он сам, кстати, переводил уже некоторые тексты, шестопсалмии, другие некоторые тексты, читаемые, популярные, так вот, переводил в виде такой оды, как бы, значит, на русский язык. Но Синод забраговал все его переводы тогдашние, вот, значит, а уже через 100 лет, получается, ну, в 19-м веке уже переводы Ломоносова признали шедевром российской совместности 18-го столетия. То есть это не было плохим переводом, это был хороший перевод, но была вся проблема в нежелании священства, вот именно меняться, как бы, и менять, вот, делать в понятном служение само. И вот я спрашивал, значит, почему бы нам не сделать этого, чтобы служение было понятным на русском языке, особенно в селах, это в городе еще не так бросается в глаза, а в селах люди, ну, совершенно во тьме, понимаете ли? Значит, а я в сельское священие тогда приезжал, значит, думаю, ну, в столице правду искать, а потом понял, что рыбы гнили все-таки не с хвоста точно. Значит, думаю, такой бардак в церкви, значит, здесь, значит, именно в Москве именно. Вот, и, представляете, этот высокопоставленный будет священнослужитель, говорит мне такие слова, молодому священнику у меня совсем еще приехал с села, он мне говорит, знаешь, что этот отец говорит? Грамотный прихожанин – это самый опасный прихожанин. Вот это цитата буквально, я на этом чуть не упал, думаю, вот это да, вот это откровенно. Может, это для того, чтобы было легче управлять просто чьи люди? Да, 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 так оно и есть. Чем меньше, знаешь, крепче все спят, поэтому нет никаких логрешений. Знаете, задача реформации как раз заключается, одна из благороднейших задач реформации в чем заключается? Заставить человека думать своей головой, осознать персональную ответственность перед Богом, быть ответственным за свои поступки, за решение свое. Вообще-то, по сути, это меняется все в человеке, в отношении к труду, ко всему, к церкви. И, значит, понимаете, это не популярная тема здесь, к сожалению. А вот в тему православия, именно учения о рождении свыше, его нету. Вообще нету православного учения, православной доктрине. Оно и есть, и нет его. Понимаете, вот это вообще архимия свыше кота. В православии это самая большая проблема, самая огромная проблема. Вот это серьезно. Если брать дом у православия, там есть это учение на том. Оно и есть, но его и нет, в общем дело. Оно как бы, понимаете, вот, оно, есть учебник об этом, да, вот. И в семинарии была тема даже такая, значит, да, в сатареологии, да, пожалуйста. Значит, и даже учебник, как так называется, православное учение о спасении. Вот, значит, к нему еще были, у нас были, приложения тогда, ну, это не блок-сервисов тогда, 80-е были года еще, значит. Но у нас там, просто некоторые ребята на машинке хорошо печатали, там, под копирку, и всем делали такие распечатки на листах этих. Вот, подборка из святых отцов именно как раз касательно спасения, и вот последние дни их жизни, последние часы их жизни, их высказывания, там, касательно спасения жизни вечной и прочее. Вот, и, значит, я скажу вам так, что когда этот учебник я прочитал по сатареологии, значит, и когда прочитал вот эти вот, как назвать, распечатки эти, у меня, это было, ну да, 87-й год, 88-й, у меня чуть не депрессия возникла вообще после этого учебника, потому что этот учебник не оставляет для человека вообще шанса спастись, вообще. Учебник, который говорит о спасении, в завершении он подводит человека просто к депрессии. Вот, потому что вот в этих приложениях, которые там, это же семинарское начальство, значит, нам всем, будем так вот, настоятельно рекомендовало, это было обязательно для, значит, не только прочтения, заучивания там и прочее, на экзаменах это было, вот, значит, и по мнению отцов, вот, всех разных отцов, там была подборка большая довольно, значит, умирая, они говорили, что идут в ад, что нет, нет спасения, вот, что спастись можно только лишь, вот, каким образом, только вот, ну, только милость Божья, только Бог может спасти каким-то удивительным образом, и все. То есть, по сути, вот, традиция, даже отцы церкви такие, которые, допустим, ну, ну, монахи там всю жизнь на столбах были, там где-то в пещерах умирали, и последние их часы жизни ученики возле них были и спрашивали, вот, ну, ощущение, да, их, как бы, значит, как они, чем они уходят, они говорили, я бедный грешник, я иду в ад, я боюсь суда Божьего, и мне нет прощения, уговорили, ну, наверняка для тебя есть какая-то милость, отец, ну, нет, нет, для меня нет прощения, нет спасения. Хотя потом, там же был комментарий обычный, уже, ну, современный, там не подписан, кто это делал, комментарий, значит, там значилось такое, что, как бы, этот отец церкви, все-таки, он, как бы, полагал, что можно спастись ему сейчас, он будет спасен, но, как бы, чтобы задурить голову бесом, как бы, значит, намотарство, которое будет его сейчас, как бы, истязать, вот, или с претензиями к нему, будут предъявлять ему претензии, вот, чтобы показать свое смирение, как бы, значит, и доверие полное Богу, вот, они вот специально такое говорили. Это как в исламе, в исламе, когда, значит, Мохаммед, да, Магомед, значит, умирая, вокруг него были сподвижники, его, значит, в этих вот хадисах рассказывается достоверные хадисы, значит, которые шииты, суниты признаны, и там говорится, что он тоже был в агонии предсмертной и был в страхе таком, и его спрашивали в сподвижнике, значит, там, о пророк, значит, почему ты, вот, не находишь себе места, почему ты, вот, как бы, в такой агонии сейчас, вот, у кому-кому, а тебе точно на небесах у Аллаха есть место, вот, почему ты так боишься, а он сказал примерно следующее, я, значит, сделал такую выписку себе даже из этого хадиса, значит, его слово было такое, что я боюсь суда Божьего, страшусь Божьего суда, значит, и я не знаю, где буду, то есть, его, это были последние часы его жизни, основатель огромнейшей религии, мировой религии, понимаете, значит, то есть, он ушел с тем, что он боится суда Божьего, значит, да, значит, и, тавсиры, вот эти вот толкования всевозможные, там, если возьмем мы исламские, они так же, как и православные толкователи, тоже говорят о том, что это был урок смирения, предсмертный урок смирения, как бы, значит, для верующих, преподал он последнее, как бы, наставление, получается, уверовавшим, но, знаете, если не брать эти толкования в расчет, ни православные, ни мусульманские, то видно, что люди эти, действительно, они были честны перед смертью, глядя смертью в глаза, уже в лицо, они признавали, что они боятся суда Божьего, это нормальное, естественное состояние человека, любого разумного человека, действительно, но не возрожденного свыше человека, о чем дело, вот, потому что человек, именно духовно перерожденный, возрожденный, он, ну, иного совершенно, ну, теста, иного склада вообще, вот, и, понимаете ли, вот, библейское, евангельское понимание спасения, это большая проблема, что в православии современном оно отсутствует, оно, как бы, и есть, но не воспринимается большинством священников, совершенно, допустим, Александр Мей, вот, вот, такая светлая личность была, да, насчет русской церкви православной, он понимал путь спасения, особенно последние годы своей жизни, очень евангельский, очень библейский понимал, ну, вот, Борисов, там, Александр, еще какие-то, я могу назвать, святые личности, такие православные священнослужители, да, есть те, кто понимает путь спасения, именно библейский, евангельский, вот, я уже рассказывал вначале еще, значит, общение с православными, православными священнослужителями, преподавателями, дальнего, будем говорить, зарубежья, вот, и у них я обнаружил совершенно другие воззрения, именно библейское понимание спасения, как именно, ну, по благодати, через веру во Христа Иисуса, это нормально, это... А они оттуда взяли, оттуда, как оттуда пришли? Из писания, из, вообще, наверное, здравосмыслового, из писания... Потому что нету детского общения, так скажем, с центром? Нет, дело в том, что, ну, это, в частности, было в Нью-Йорке, свято-владимирское семинарие, общался с преподавателями, там, со студентами, правда, для многих из них русский язык уже второй язык, как бы, поэтому было сложно, для меня английский проблем, все-таки, переводчики не было. Вот, да, значит, и, понимаете ли, там, допустим, учение Мения Александра воспринимается на ура в этой семинарии, потом Мейндорфа, Шмемена, это православных священников, реформаторов нашего времени, учение воспринимается нормально, адекватно, значит, и, действительно, они, вот, за литургическое такое творчество, за возвращение литургии, вот, именно к такой чистоте, простоте выступают тоже, пожалуйста, у них литургия, православная литургия, она гораздо, ну, проще, и она торжественнее, и, ну, не знаю, мне литургия очень нравится, православная, все, потому что литургия, акаписты, там... Она на понятном языке, или тоже? Не-не, они на понятном языке, и на старом английском, каком-то, на современном, не времен короля Якова. То есть, это нормально, нормально литургия? Да, обычно. Обычная, православная литургия на понятном языке. Потому что у нас, понимаете, литургия, это что-то такое, что вообще непонятно человеку, и просто все... Жалко. На самом деле, это не литургия. По совести, потому что литургия переводится еще как общее дело, общее делание, общая молитва, понимаете ли? А если священники сами по себе, народ сам по себе стоит, и ничего не понимают, это нельзя назвать литургией, собственно. Это не есть общее молитву, общее делание. Это просто, получается, жрецы сами по себе что-то совершают, какую-то мистерию какую-то, да? А народ просто захожане, прохожане, захожане, ухожане, прохожане. А другие пытаются вникнуть в это, не как-то приобщиться. Да, мистерцизм. Есть понимание, конечно, там, допустим, молитвы, там, ну, Господи помилуй, понятно, подай Господи, понятно. Там какие-то еще такие общие фразы, там, понятно, да. Ну, а вот сама суть литургии, она непонятна. Хотя сейчас, конечно, да, вот я тоже православным многим рекомендовал читать Гоголя того же самого, да, размышления божественной литургии. Хорошая такая брошюрка, он там популярно, там, как бы, разъясняет суть литургии, но все равно не то. Без понятного языка нельзя делать языковой барьер между Богом и человеком. Ну, понимаете, это неприлично даже. Вот, и так много барьеров всяких препятствий между человеком Богом. Ну, нужно, допустим. Если брать православие, да? Да. Там, и вопрос о чистилище, да? Угу. Если мы берем протестанты, то они напрочь ставят крест, вообще на понять чистилище, да? Если мы берем, грубо говоря, и Удалины, там, ортодоксальные, да, то можно сказать, ну, тоже, грубо говоря, что, в принципе, они тоже, как бы, держат то мнение, что, ну, там, чистилище, или как это назвать, оно все-таки, как бы, будет, да? А вот вы в своей, вы в своей, как бы, шелку, да, царь, какого мнения придерживайтесь, как вы, как видите, я чистилище не признаю, в этом плане протестанты, будем так говорить. Дело в том, что, нет, вообще, православие, чистилище, так не называют чистилище, а также так называют. Ну, как бы, мытарство. Мытарство называют, да. Понимаете ли, в чем... Нет, будет, как он цифровый, а не лучше, да? Почти, больше, меньше. То есть, народе собирает. Дело в том, что учение о мытарство, в 10 веке же, кстати, оно, крестивое возникло, значит, за 48 лет до крещения Руси, в 940 году официально оно возникло, то есть, первых 9 столетий, оно было неизвестно в христианстве совершенно, значит, да, значит, и возникло оно через сновидение одного монаха. А, начинаем. Да, монаху приснился сон Григорию, значит, приснился монашка Феодора, который перед жизнью он знал, и вот эта монашка во сне ему, покойница, рассказала вот эту страшную историю о своей жизни посмертной. Вот наутро он вот с такими глазами прибегает к своему наставнику-учителю, который был наставником и Феодора, кстати, Василию Новому преподобному, он все пересказывает, Василий записывает, потом нашлись еще отцы, которые проиллюстрировали все это, дополнили комментариями, родился бестселлер религиозный, да, шедевр мракомиссии на самом деле. Вот Матарство Блаженный Феодор называется. Вот именно с этой книги все началось. Понимаете, значит, а почему, значит, в христианстве до 10-го столетия этого не было, учения вообще не было, понимание, Матарство, Чистилище. Но дело в том, что в других религиях были такие учения, и, допустим, даже еще древние эти вавилонские религии, египетская религия, книга мертвых древнего Египта. То есть, получается, вот в тех разных языческих религиях были вот такие воззрения, но в христианстве не было. Христианство, получается, скорее всего, позаимствовало просто вот из этих древних религий, потому что монахи того времени 10-го века не могли читать халдейские некоторые книги, допустим, вавилонские, значит, там трактаты какие-то, или египетские. Вот, скорее всего, мне кажется, что скорее всего, это было именно плагиат, религиозный плагиат. Вот, или же, или же общение с теми же самыми местными, с которыми общались вот древние язычники, жрецы оккультных религий. Ну да, конечно. Потому что слишком много для совпадения, очень много, настолько схожего, сейчас просто не достанет даже часа уже все рассказывать, я это подробно в лекциях там рассказываю по истории христианства, вот, что это учение, в иудаизм тоже, в средние века, ранее еще средневековье, подобные же учения, из-за того, что школа Геливи, она была победившей, а школа Шамая ушла, как бы, в небытие, потому что школа Шамая в иудаизме, она стала, как бы, предтечей христианства, как будем так говорить. Вот те же самые вопросы о рождении свыше, новом рождении свыше. В школе Шамая ставили вопрос. Он говорил, что мало родиться там евреем, или быть обрезанным, кошерным, соблюдать заповеди, нужно духовное перерождение человека, которое от встречи с Всевышним Богом совершается. Школа Геливи над этим посмеивалась, то есть, и противилась самой идее, вот, подобного утверждения. Вот, значит, получается, многие вопросы, а кстати, Галилея языческая, будем так говорить, во многом в школе Шамая как раз были последователи. В Назарете школа Шамая практиковалась. То есть, когда Иисус говорил Никодиму, ты один из учителей Израиля, ты об этом разу не слышал, то есть, он именно это имел в виду, что в то время об этом, ну, все учителя слышали и не раз слышали. О необходимости духовного перерождения человека, рождения свыше, без которого не увидят ни в царство Божьего. Вот, а брать, если иесейские школы, то они вообще на этом строили все фактически. О необходимости духовного перерождения человека, неважно, еврей это или не еврей. Чтобы быть потомком Абрама, быть действительно, нужно быть духовно перерожденным человеком, они говорили. А в то время они тоже верили в перерождение? Конечно, конечно. До Иисуса. До Библии, до Ивановича. Получается, что Иисус пошел на ответ, и из-за этого мы имеем разумные образы? Ну, и да, и нет. Интересная вещь. Очень интересная вещь. Дело в том, что до момента проповеди Христа, до его Евангелия, да, в этой теме, я так предполагаю, предполагаю, было больше вопросов, чем ответов. Я так предполагаю, что возможно и у Шамая самого, как учителя, было больше вопросов, нежели ответов. Вот, но и даже сейчас, допустим, касательно рождения свыше, интересный момент. В разных конфессиях есть разные воззрения в христианских, да, согласитесь. Значит, я встречал десятки разных воззрений по поводу рождения свыше, с небольшими такими нюансами, но разница. Но, что интересно, допустим, ортодоксальные писятники, допустим, да, если человек не молится на иных языках, он не рожден свыше, еще не говорил. Вот, ну, это такие, вранаевские люди, допустим. Я в таких бывал в церквях тоже. И меня там забраковали, когда я допустил на проповеди мысль такую, что он еще, что и баптисты спасутся. Они даже были согласны, что даже и правоставы некоторые спасутся, но баптисты, у них старая была обида, оказывается, я же не знал, на большую мозоль наступил. Понимаете, значит, да. И потом мне дяга на церкви объяснил политику партии, как говорится, очень понятно. Я говорю, что много разных воззрений. И вот интересную мысль такую я услышал однажды. В 97-м году в Киеве приезжает, приехал Тейл Осборн, всемирно известный евангелист. Да, сотни миллионов людей через него покаялись, обращались к Иисусу. То есть, это как бы Билли Грэм, только присяднический вариант, как бы, да. Значит, ну и чуть меньше масштаба. Здесь Москве был тоже. Тоже был, да? Да, был. Вот, я его, значит, там его слушал, значит, и очень интересно такие мысли высказывал. Но самое потрясающее для меня было признание его на пастырском таком, как бы, служении, значит, первое, собственно, служение в Киеве его. Он, значит, в присутствии там тысяч пастырей со всей Украины. Он, значит, вышел и сказал примерно так. Начал с того, у меня запомнилось на всю жизнь, наверное. Он, значит, начал с того, что представился, так коротко о себе, сказал и сказал, что я вот на протяжении уже больше 50 лет привожу людей к Иисусу, значит, служу как евангелист, призванный Богом по всему миру, в разных странах мира. Вкратце, так вот, немного рассказал о своем служении таком, с чудесами и знамениями и прочее. Но, дальше он сказал такую мысль, но я, говорит, до сих пор не знаю, как человек рождается свыше. Такая тишина, такая. Семьерно известный евангелист, сотни миллионов людей через него приходили к Иисусу и он, дальше он расшифровывает, ну понятно, была интрига такая. И он объясняет, но он объясняет дальше, что значит, что это таинство. Хотя обычно протестанта не называли, я впервые услышал протестанта, что это таинство. Мне это понравилось очень, его объяснение. Это таинство, потому что, я знаю какие-то отдельные ингредиенты этого всего. Я знаю, как это происходит, что этому предшествует, как это происходит примерно, но все равно это таинство, это тайна, которые нельзя по одному сценарию всех расписать. Допустим, есть упрощенное протестантское понимание, допустим, произнес молитву волшебную определенную, насчет там, значит, и дружницу. Допустим, это да. Нет, серьезно. Но у нас в деле волшебная. Ну, для кого-то да. Это мой брат, один из моих братьев, мне сейчас братьев все сейчас в мечети, там моя татарская родня, я имею ввиду. Вот, по матери, это татарин, мама моя, Брагимова. значит, и вот, значит, там один из братьев, Ренат, его зовут. И он стал посещать такую, ну, ортодоксальную мечеть, такую, очень строгую. И вот, значит, и рассказывает, приезжал какой-то проповедник, дедистанец, Мулан, значит, такой, очень такой харизматичный, такой крикливый, его все слушали, якобы, и вот, восхищались. И он сказал такую вещь, что, оказывается, вообще, для спасения все очень просто. Надо лишь, вот, действительно, произнести вот эту, ну, исповедание, вера, и все. Как молитву короткую хотя бы. И потом, даже если ты всю жизнь потом будешь совершенно, там, ну, неправильный образ жизни, но все равно тебя, Аллах, там, будет, там, бить, там, шинковать, ну, мытарство, но все равно ты спасешься, рано или поздно. Мытарство тоже есть, да? Да, там тоже свое родное мытарство, свое родное, но, когда пройдешь все это, из поломя до пламя, а потом, значит, все-таки, ну, как бы в царство какое-то войдешь так. Вот, может, не семья с дерьми наступит тебя, но хотя бы, хотя бы одна там, или пойдет тебе такая, ну, значит, один же слов на счет, понимаете, ну, да, да, ну, накрасиваться в небо, вот, нет, по крайней мере, значит, ну, как же, некрасиво, как будто, гуря, ну, да, вот, я, а кому-то фурия, да, вот, ну, по крайней мере, как будто что-то попадет, значит, то есть, получается, достаточно признать, произнести, мы, я говорю, ну, правда, что ли, да, вот, произнести там, что-то, знито, вот этот, ля, иля, ха, иля, аллах, мухаммад, Расул Аллах. Получается, если я спасен уже. Получается, я спасен, так что, товарищи не принесли. На всякий случай, а вдруг, да? Да, да, да. Ну, во-первых, я там не был, со свечки не стоял. Но, имеется в виду? Скорее всего, да. Но дело в том, что с Чистилищем там очень много намудренного такого языческого, что и в современном иудаизме тоже очень много, к сожалению, такого языческого. Но, на самом деле, современный иудаизм представляет собой во всех разных течениях его, ортодоксальный, представляет собой гремучую смесь библейского иудаизма, с одной стороны. С другой стороны, совершенно не библейских верований, восточных, мистических, языческих, оккультных, и в том числе и христианских, как ни странно звучит это. Вот, да, значит, потому что, несмотря на то, что мы разошлись, как говорится, как море корабли, но влияние друг на друга оказываем колоссальное. А вот этот расход, расход с иудаизма, это 325 год, да? Это вот Никейский собор знаменитый? Ну, вообще, да, юридически, да, до Юре. Но, де-факто, он был раньше еще. Наметился уже. Да, даже уже был, как бы, может быть, не официально проволошен, но он уже был уже. Во втором веке римский папа Виктор был такой, который уже тогда, во времена гонений, казалось бы, да, но он говорил, что иудаизм это само по себе, а мы другая религия совершенно вообще, и ничего общего у нас не может быть. То есть, он уже конкретно заявил, что мы даже будем по-другому праздновать все, значит. Хотя, опять-таки, это было его мнением, и не все его поддержали, епископы, только лишь там итальянские, эти вот европейские поддержали некоторые, а азиатские вообще ему в оппозицию стали и говорили, зачем нам подобная такая практика вообще, разрыва отношений. Но уже факт был уже, да, такой, а то есть Константин, он не выдумывал ничего, по сути, он лишь использовал все эти настроения, которые уже были уже к тому моменту христианства, уже популярны, и обратите внимание, что никто из епископов, участников этого первого собора не возразил ему. Никто. Вот. Были, была легкая оппозиция воздержавшихся, но против никто не проголосовал. Вот так вот. Это о многом говорит. Это говорит о том, что просто-напросто уже, не будь Константина, был бы какой-то еще другой, это не важно, но уже само христианство к тому времени уже стало гремучей смесью антисметизма уже. Уже нарыв, уже назрел уже, понимаете ли. Вот. Просто Константин он это все как бы вырвал наружу. И поэтому проблема-то она была и раньше еще. Вот. Но до юра, да, до юра юридически, это было в 325 году. И дальше, 326 год, когда провозносили День Солнца, обязательным для поклонения всем христианам. Потом запретили всем христианам вообще получать подарки от евреев и дарить подарки. Ну, имелось тут празднество, чтобы на празднике ничего мы как бы общего не имели, будем так говорить, между собой. А дальше больше. Потом даже смертная казнь. Ну, это не сейчас, это уже 6-й век какой-то там объявлял смертную казнь даже за участие. Если я христианин пришел, допустим, там где-то и, ну, ела прессники, допустим, да, значит, там Мацу на Седоре участвовал. Все, меня могли казнить, если я не священник, правда. Если священник просто лишался сана и ссадался. А если простой мирянин, простой смертный, то казнили за это. Да, если евреи по национальности. А если евреи, принявши христианство и потом к этому возвращался, то да, казнили. Но если ты не еврей, но ты участвовал в этом. Дело в том, что в древности это было обычным правилом. То есть христиане запросто себе хрустели Мацу и праздновали Песаху, Пасху. То есть как бы не было такого, понимаете, как бы разделения. Это чисто политическое было разделение больше. Вот, ну это как кекс такой, куличик такой. То же самое, это же было видимым знаком как раз вот этого отступничества. Получается, христианство от иудаизма и иудаизм от христианства. Это было, ну, обоюдным делом, собственно. Но если со стороны иудаизма это было как бы движением гонимых, будем так говорить тогда, преследуемых, то со стороны христианства это было движением преследователей, гонителей. Вот в чем была разница. Но в принципе желание разрыва было обоюдным. Вот этого развода. Это же 200-й год вы говорите, да? Нет, нет, это все начало 200-го года. А там же, насколько вы знаете, до 300-го года вообще преследовали христиан и убивали их за них. Да, и иудеев, и христиан преследовали. Христиан преследовали часто как иудейскую секту. И, кстати, одно из объяснений историков, что желание разделиться с иудеями было еще связано с тем, чтобы нежелание подвергаться лишний раз нападкам и репрессиям. Потому что евреев римские императоры не жаловали, и чаще не жаловали, чем христиан даже. Ну, по своим причинам. Вот часто и зависти, и желание пограбить и прочее. И поэтому, чтобы христианам не лишний раз не подвергаться репрессиям, как иудейской секте, как одной из сект иудаизма. Для римских палачей, в принципе, что евреи, что христианин, все как бы одно, в принципе. Вот еврейский мессия, еврейский христос, в которого веровали неевреи, бразилиты, как бы. Для них это было одно и то же. Поэтому есть объяснение историков многих, вот именно вот такого. Я встречал и католики, историки также пишут, в принципе, и наши православные тоже также пишут. Объясняют. Ну, опять-таки, друзья, сегодня в наш век, когда, как говорится, космические корабли, в раздель простору Вселенной, век грамотности, просвещения интернета, я думаю, что все предпосылки есть к тому, чтобы все эти болячки, все эти проблемы решить по-любому. Вот есть. Не получается, по-любому. Получится, получится, знаете. Потому что на кресте Христос, Он примирил с собой нас. Потому что эта вражда, она убита уже. То есть, она, враг побежен. То есть, и вот то, что называется исправление мира, в еврейской традиции очень красиво, вот оно реальным становится через, опять-таки, мессию Христа, через Иисуса. Я верю в такое сверхъестественное вот это вот единение. И евреи, и не евреи все во Христе Иисусе. Тем более сейчас столько предпосылок к этому вообще. У нас в русскоязычном мире не так, может, об этом много и говорится, к сожалению. Но если брать англоязычный мир, кстати, христианский, то об этом говорится больше, много вообще и чаще. Особенно после того, как Израиль переживал, вот этот год вообще, этот год, у нас год 70-летия возрождения Израиля, да, образования государства Израиля. Год 70-летия. В мае будет кульминационное торжество, вот конец апреля, как раз, и май месяц будут кульминационные. 37-й, да? В прошлом году ждали, да? Какие-то там были эти номерки. А чаще денег, кто не ждать, только вот. Это и с тобой не можно. Еще храм не восстановился, куда стыдно? Решите. Конец света. Все, там забавится. Когда жесткие апреля не будут, да? Мистические учения с одной стороны. Или конец доллара. С другой стороны. Да, так что, дамы и господа. Кстати, когда Израиль в 48-м году образовался, да, то этим самым, самим этим чудом удар был нанесен по всему зданию антисметизма, идеологии антисметизма. Потому что, когда еще в конце 4-го века христианский антисметизм стал уже как бы как идеология появился в государстве, в церкви, идеология такая провозглашалась. Иоанн.